ну вы знаете как я люблю смочить холст чтобы он стал добрее в прием украски это тройник черная охра белильца розовильца эта троица редко подводит вы можете всегда пользоваться услугами этой троицы двух вот вот Эта троица дала максимум оттенков в серебристой гамме 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 Продолжение следует... Там, где сирень, своей сиреневостью будет касаться фона, пусть это будет с легкой зеленцой, то есть черный плюс охра. Чтобы одно другого оттеняло. Вот это зеленца. Сзади там стул был. Естественно, стул нам ничем не интересен. Мы его рисовать не будем. Продолжение следует... Ты сейчас стрим делаешь, да? Да. Тогда поскорее надо приступить к цветочкам. Так, хорошо. К цветочкам. Зеленый. Зеленый с черным для теневых. То есть изумрудное зеленое с черным для теневых. Изумрудное с охрой. Немножко с желтой. При определенном углу угля укладки мастихином получается... Получается практически сердечко листа. Ультрамарин с розовым. Прямо вот так, штриховательно. Я мог бы взять и более едкий цвет, но пока я его придержу для более акцентных укладок. Почти в центр, чуть со смещением вправо смотрит передняя гроздь. Густая краска начинает свое праведное дело. Сирень любит решение густой краской. Для тех, кто побаивается густой краски в своей живописи, отличная задача распробовать ее возможности. Кляпочка старенькая, мягкая, но живописная. Продолжение следует... Работа очень хороша своей простотой в цвете и картинностью при этом. Смотрите. Приятного аппетита! Продолжение следует... Так, и нам еще надо сделать ободочки. Даже не сделать, а закончить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...